Казахстанцы стали переводить больше денег в Турцию. В конце лета туда отправили больше 27 миллиардов тенге. Это почти в два раза превышает объемы августа прошлого года. Всего за 8 месяцев по системам денежных переводов в республику перечислили почти 164 миллиарда тенге. Данные проанализировали в первом кредитном бюро. Близки к рекордам отправки в Узбекистан и Таджикистан. В эфире деловые новости. Итак, Камила, о каких суммах сегодня идет речь? По сравнению с Турцией объемы, конечно, поскромнее Арастан. Например, Таджикистан почти 3 миллиарда тенге. В августе Узбекистан 38 миллиардов тенге. Переводы из России за месяц упали на 40%. В августе в Казахстан отправили 33 миллиарда тенге. Снежнение в основном связано с сокращением средней суммы перевода. В мае она составляла 480 тысяч тенге, а в прошлом месяце почти 360 тысяч. Не так сильно, но сократилось и количество транзакций. Со 106 тысяч до 92. Пока здесь дела обстоят так, поступления из Кыргызстана наоборот увеличиваются. В августе в Казахстан из этой страны поступило почти 18 миллиардов тенге. Для сравнения, за 8 месяцев прошлого года это был всего 21 миллиард тенге. О событиях в мире. Результаты сентябрьских торгов на фондовом рынке США стали худшими с 2002 года. Индекс S&P 500 упал почти на 10%, Dow Jones на 9%. У NASDAQ в прошлом месяце были максимальные потери с 2008 года. Падение на 10,5%. На рынках бушует страх, отмечает финансист Арман Батаев. Инвесторы обеспокоены высокой инфляцией и агрессивным повышением процентных ставок центральными банками. Участники рынков покидают рисковые активы. Несмотря на, казалось бы, неблагоприятный внешний фон, это хорошее время для долгосрочных вложений, говорит финансист. При этом Батаев подчеркивает, что это не рекомендация. В акции вкладывают те деньги, которые не понадобятся в ближайшие 5-10 лет. Предлагаю послушать комментарии эксперта. Я сторонник того, чтобы люди планировали свои средства, личное финансовое планирование, когда дело касается денег. Люди всегда так больше хаотично относятся, но надо просто разделять то, что тебе нужно в ближайшие 3 года и посмотреть, для чего они нужны четко. Если это тенговый расход, то можно и в тенге держать, в депозите тенге. Если разделить по разным надежным банкам, мы ведем их рейтинги. А если долларовые расходы, обучение надо ребенка за рубежом, машину купить или что-то еще, то, конечно, покупать каждый раз, несмотря на курс, несмотря ни на что, просто доллары покупать. А если это долгосрочные, то, конечно, нам лучше купить, покупать ценные бумаги. Ценные бумаги – это всегда лучше, чем деньги. Они имеют свойство давать дивиденды и расти сами по себе. Цены на нефть пошли вверх. Декабрьские фьючерсы на марку Brent выросли до 87 долларов, а ноябрьские на бочку WTI – до 81 доллара. В целом, стоимость черного золота поднялась на 2,5%. По сообщению Bloomberg, это спровоцировали слухи о возможном сокращении добычи ОПЕК+. Чтобы поддержать рынок, в Альянсе обсуждают снижение производства более чем на миллион баррелей в сутки. Однако аналитики считают, что объем будет меньше. Во многих странах ОПЕК+, показатели отстают от целевых. Всего несколько стран в Альянсе добывают не в соответствии с квотой. Отмечу, что заседание организации запланировано на 5 октября. К этому часу у меня все. Растан. Спасибо, Камила.